Многие из вас пережили в жизни много всего. Вы делали зло, вам причиняли зло. Вы думаете, сможет ли Бог меня простить? Где Божья защита? Я разбит. У меня в голове страшные мысли. Я пережил жестокое обращение. Я такого наговорил, что ничем не исправить. Но Бог говорит, ты все еще ценен для меня. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Почему Иисус, проповедуя о Царстве, так много внимания уделил нашим тревогам и беспокойствам? Я скажу вам почему. Потому что тревоги мучают всех. Тревоги, беспокойство и стресс — это наши общие враги. Дьявол любит возбуждать в нас беспокойство, вне зависимости от того, последователи мы Иисуса или нет. Тревоги стучат в двери нашего сердца почти каждый день. Иисусу есть что сказать. Откроем шестую главу Матвея, если у вас есть Библия. Мы благодарим Господа за Его Слово. Матвея, глава 6, стих 25. «Посему говорю вам, не заботьтесь или не беспокойтесь». Я говорю вам, «Не беспокойтесь». Давайте вместе скажем, «Не беспокойтесь». Положи руку на голову и скажи, «Не беспокойся». Положи руку на сердце и скажи, «Не беспокойся». Кто из вас уже понимает, насколько актуально для вас это послание? Вы понимаете, что тревожитесь о будущем, о деньгах, переживаете стресс из-за вашей работы, боитесь, что не получите повышения. Вы беспокоитесь о ваших отношениях. Кто еще не в отношениях, вы тревожитесь. Вдруг вы не встретите свою вторую половинку. Вы ждете, когда он или она приедут в Таусу, чтобы получить степень или встретят вас. Бог, ну пожалуйста, дай мне ее скорее. Бог, ну когда же это случится? Где мой муж? Где моя жена? Вы о многом тревожитесь. Не злитесь на меня. Я всего лишь передаю вам послание от Бога. Не тревожьтесь. Он говорит, не тревожьтесь ни о чем. Я в детстве любил мультик «Король лев». И я помню песенка Тимона и Пумбы. Акуна Матата. Какая прекрасная фраза. Акуна Матата. Она актуальна всегда. Я правильно пою? Это значит никаких забот до конца своих дней. Наша философия. Живи без проблем. Акуна Матата. Акуна Матата. И вы такие, я вообще-то пришел не на мультик «Король лев». Но что я хочу донести до вас сегодня? Жить без тревоги возможно. Вы можете со мной не согласиться. Вы думаете, это невозможно. Но я уверяю вас, тревога не обязана быть частью вашей ежедневной рутины. Иисус сказал, не нужно тревожиться. Не обязательно выбирать тревогу. Нам есть о чем беспокоиться в жизни? Да. Мне нравится то, что сказал о тревоге один человек. Он сказал, что 40% того, о чем вы беспокоимся, никогда не случится. 30% того, о чем вы беспокоитесь, касается того, что вы все равно не в состоянии изменить. Вы уже однажды приняли решение, и их изменить нельзя. Это в прошлом. 12% наших беспокойств касается критики в вашу сторону от тех, кто считает себя хуже вас. Вы беспокоитесь о том, что они на вас наговаривают. Хотя почти все это неправда. 10% ваших тревог относится к вашему здоровью. То, что вы беспокоитесь о вашем здоровье, его только ухудшает. И только 8% тревог касается того, о чем реально стоит беспокоиться. И даже к этим 8% мы должны подходить здраво, с чистой совестью и с верой, и уверенностью в Боге. То есть на самом деле нам вообще не стоит беспокоиться. Скажите все, не стоит беспокоиться. В наше время, в нашем обществе есть много всего, что может вызвать у нас тревогу. Когда я смотрю новости или читаю их в социальных сетях, то я нахожу повсюду один негатив. Постоянно происходит что-то плохое. Да, есть вещи, за которые мы должны молиться. Люди, о которых мы должны молиться. Не без этого. Но если мы не храним свое сердце, в нем зарождается страх. За последние месяцы я читал в новостях о крушении самолета. Расследуют аварии Boeing 737. Лучше не садитесь в самолет. Я читал об этом, когда лечу в миссию в Доминикану. Я посмотрел вокруг на других пассажиров. Интересно, это не Boeing 737? Потом мы вошли в зону турбулентности. Страх в самолете был почти осязаемый. Люди были напуганы. Они смотрели по сторонам. Один парень спросил, я первый раз в самолете. Что-то происходит. Кто-нибудь в курсе? Я говорю, я вообще часто летаю. Но тоже сейчас обеспокоен. Давайте помолимся во имя Иисуса. И я начинаю молиться. Это было действительно страшно. Это длилось две минуты, но казалось, что прошло несколько часов. Я знаю, что значит бояться и пребывать в тревоге. Когда мы были в миссии, мы взяли с собой нашего пятилетнего сына. Мы хотели, чтобы он осознал, как мы благословены в нашей чудесной стране. Мы были в очень бедном районе. Он разделял с нами все неудобства. Нам было очень тесно втроем, и не было горячей воды. Наш пятилетний сын часто плакал и капризничал. Но это была хорошая поездка для того, чтобы расти и чему-то вместе учиться. И однажды он стоял рядом со мной и Эшли. И я на минуту отвернулся, чтобы с кем-то поговорить. И когда обернулся, его рядом не оказалось. Когда твой ребенок потерялся в другой стране, это совсем другой уровень тревоги. Мы начали паниковать. Я спросил членов нашей команды, может быть, кто-то видел Лиама? Но все говорили нет. Потом один человек сказал, я видел, как он с кем-то ушел. Я был готов превратиться в Лиама Нисона в фильме «Заложница». Я был готов взломать любые двери и спасти моего любимого мальчика любой ценой. Я спрашиваю, кто его увел? Где они? И мне отвечают, не бойся, он из нашей команды. Я еще больше удивился. Кто-то из нашей команды забрал моего сына? Да, они пошли искать ящерицу. Я выдохнул. Но слава богу, и где же они? Мне сказали, они куда-то пошли. Я их нашел. Этот парень очень извинился. Я сказал, брат, при всем уважении, никогда не забирай моего сына без спроса. Он сказал, я попросил, чтобы предупредили твою жену. Я сказал, больше так не делай. Правда, брат, это было совсем не круто. Я поговорил с Лиамом, что нельзя отходить от родителей. Когда он исчез, мое сердце охватило тревога. Вы тревожились о чем-то настолько, что сердце замирало. Иисус сказал, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? И потом он говорит, взгляните на птиц небесных. Мне нравится, что Иисус вдруг обратил внимание слетающихся птиц. Я представляю их удивление. Зачем на них смотреть? Лично мне нравится наблюдать за птицами, особенно на закате. У нас в Талсе я люблю наблюдать за красивыми птицами в зоопарке. Смотреть на экзотических попугаев, их яркий окрас. Есть еще здесь любители птиц? Иисус говорит, взгляните на птиц. Разве они не прекрасны? Посмотрите, какие они радостные. У них нет заботы этого мира. И Бог заботится о них. Они накормлены и одеты. У них есть все, что им нужно. Вы не дороже для Бога, чем птицы. Повернитесь к своему соседу и скажите, ты ценен. Ты ценен. Могу я у кого-то занять на время 20-долларовую банкноту? Я честно верну. Вы думаете, вот оно. Праведнику нужны мои деньги. Нет, честно. Я вам сразу верну. О, спасибо большое. А теперь представьте, я взял 20 долларов. Ех, обязательно тебе отдам. Скажем, вы скомкали эту купюру и отдали ее в пользование. И вскоре эту купюру уже используют для каких-то грязных вещей. Они проходили через грязные руки. Прошла тысяча рук. И в конце концов, ты что-то покупаешь. И тебе дают сдачу этой двадцаткой. Ты ее возьмешь? Эта купюра все еще ценна? Даже после того, что она перенесла? Она все еще чего-то стоит? Вы уверены? А что, если я плюну на нее? Что, если я скажу купюре? Ты полный ноль. И вообще-то меня разочаровало. Кто из вас еще примет эту двадцатку? Вы говорите, еще бы. При этом, некоторых из вас, кем только не называли, с вами произошло много всего плохого. Вы делали зло. Вам причиняли зло. Вы думаете, Бог меня не простит. Где Божья защита? Я разбит. У меня в голове страшные мысли. Я пережил жестокое обращение. Я такого наговорил. Но Бог говорит, что ты все еще ценен для Него. Ты ценен. Ты ценнее птицы. А я забочусь о птицах. Они клюют, что попало. Особенно куры. И я забочусь о тебе. Не стоит тревожиться. Не стоит. Кто хочет забрать деньги? Нет, я серьезно. Ну, хорошо. Может, кому-то нужна помощь? Примите это как благословение. Это вам от Джеймса. Сегодня ваш день свергнуть с престола вашего сердца всякую тревогу и вернуть туда веру в Бога. Скажите, Бог, ты на моей стороне. Ты за меня, а не против меня. Я посвящаю себя тебе. Руководи моими эмоциями, Господь. Я буду доверять тебе всем своим сердцем. Зачастую мы не верим, что Бог заботится о нас. Может, мы считаем, что на самом деле никакого Бога нет? Среди христиан есть масса атеистов. По воскресеньям они исповедуют Бога, а с понедельника по субботу живут так, словно Бога нет. Они думают, Бог не позаботится обо мне. Он не вмешается в мою ситуацию. Ну да, я пою в церкви. Иисус, я верю тебе. Но в понедельник не прошу Бога о помощи. Богу не до меня. Я так напряжен. У меня такая сложная работа. Вряд ли я найду работу по окончании университета. Не уверен, что когда-нибудь найду вторую половину. Бог говорит, не тревожьтесь. Я позабочусь о вас. Вы под моей защитой. Он говорит людям, находящимся в стрессе, что вы тревожитесь об одежде. Многие люди в этом зале скажут, «Пол, мне совсем не важна мода». Послушайте, Иисус здесь говорит не о одежде, что может вызвать у вас стресс. Зачем вы тревожитесь о работе? Тревожитесь о будущем? Тревожитесь о своих детях. Он говорит, посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон по всей славе своей не одевался так, как всякая из них. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми пачи вас, маловеры». Как вы видите, Он противопоставляет тревоге не мир и не покой. Он говорит, что тревога противоположна вере. Сущность наших тревог кроится в страхе. Мы боимся. Что если я не получу работу? Что если меня уволят? Что если она или он уйдет от меня? Что если что-то плохое случится с моими детьми? Что если я сяду в машину и попаду в аварию? Многие из вас настолько захвачены тревогами и беспокойством, что боятся даже показаться на улицу. Некоторые боятся ходить в общественные места. Некоторые из вас боятся пробовать сделать что-то новое. Ведь существует риск провала. Мы боимся, что произойдет что-то плохое. Что возбуждает в нас тревогу? Почему мы так обеспокоены? Почему мы живем в страхе? Я считаю, что зачастую причина в нашей вечной занятости. Мы постоянно в телефоне. Вечно что-то проверяем. Мы не можем даже спокойно выдохнуть. Наша душа не умеет успокаиваться. Мы не можем просто посидеть, не печатая ничего в телефоне. Угомониться, наконец. Я тоже очень люблю все это делать быстро. Мне нравится делать несколько вещей одновременно. Но если я хочу жить жизнью без тревог, я должен успокоиться. Поэтому мой папа клал руку мне на голову и говорил, «Спокойный пол». А меня всегда колбасило. Я крутился, как юла. И он говорит, «Спокойный пол». Он провозглашал это надо мной. И когда я вырос, я понял, что для того, чтобы мне оставаться в покое, я должен иметь веру в то, что Бог обо мне позаботится. Я помню мой последний год в колледже. Как раз был финансовый кризис 2008 года. Наш университет чуть не закрылся. Он глубоко погряз в долгах. Начали ходить слухи о том, что диплом университета вообще не будет котироваться. В университете произошла смена президента, правления, всего лидерского состава. Все начали сетовать, срочно переводиться в другие колледжи. На тот момент я был не женат. Я надеялся встретить в университете свою будущую жену. Но вот уже последний год, а я ее еще не нашел. И ближе к выпуску я начал беспокоиться о том, будет ли котироваться мой диплом, «Найду ли я себе жену?» Я помню, что я старался найти время, чтобы сесть и побыть в покое. Что заставляет нас так тревожиться? Для кого-то причина переживаний в обиде или в гневе, который вы носите в себе. Но основная причина наших тревог в том, что мы не доверяем Богу. Нам не верится, что Бог нас любит, что Он может нас простить. Мы считаем, что такое простить невозможно. Мы думаем, что Бог не сможет избавить нас от судебной тяжбы, от беды. Мы не верим, что Бог защитит наших детей, что Он нас обеспечит, даст работу, повышение. Но послушайте, мы служим Богу, Который знает, сколько волос у нас на голове. Он знает твой адрес, твое имя. Он любит вас. Он за вас. Он защищает вас. Он заботится о том, чтобы вам было лучше. Он больше заинтересован в вашей жизни, чем вы сами. Он больше заинтересован в ваших детях, в вашем браке. Ему не все равно. Если мы воспринимаем это сердцем, мы можем жить без тревог. Я считаю, что в нашей жизни должно произойти три вещи, если мы хотим излечиться от тревоги в своем сердце. Кстати, тревога является причиной множества болезней. Я читал, что 25 миллионов американцев в год страдает повышенным давлением по причине стрессов и беспокойств. Миллион людей в год заболевает гипертонией из-за стрессов. Как это изменить? Прежде всего, нужно изменить свое посвящение. В Нагорной проповеди, в Матфея, глава 6, Иисус говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ваше сокровище движет вашим сердцем. Ваше посвящение движет вашими эмоциями. Чему вы посвящаете себя, то и будоражит ваши эмоции. Чем больше вы посвящены вашим детям, тем больше они задевают ваши эмоции. Если вы посвящены своему бизнесу, он и будоражит ваши эмоции. Так же и с карьерой. Но если вы посвящены Богу, то Бог обещает обо всем позаботиться, если только вы будете прежде всего искать Царство Божьего. И тогда Он обещает приложить вам и работу, и вторую половину. Обещает позаботиться о ваших мечтах. То, чему вы посвящены, то и будет руководить вашими эмоциями. Я помню одного моего друга. Его уже нет здесь. Его семья вообще не ходила в церковь. Он жил в Талсе какое-то время. Мы общались. Иногда вместе ходили в кино. Я помню, я часто замечал возле кинотеатра одну дамочку. Она пряталась в кустах с биноктлем в руках. Я спросил его, «Это что, твоя мама?» Он отвечал, «Да, она повсюду со мной ходит». Она мне не доверяет. Я говорю, «Но ведь тебе уже 15». Он отвечает, «Я знаю». Она боится, что пока я буду в кино, я могу умереть. Она сильно беспокоится обо мне. Постоянно трясется. Она преследует меня повсюду с биноклем в руках. Ходит за мной на матчи. Где-то прячется. Кому-то из нас не смешно. Я вас люблю. Послушайте, я тоже, как родитель, бываю беспокоюсь. У меня три маленьких сына. Но в какой-то момент нам нужно научиться доверять Богу, что Он больше заботится о наших детях, чем мы сами. Что Он больше заботится о нашем будущем, чем мы сами. Богу есть дело до наших мечтаний, до наших даров и увлечений. Бог желает, чтобы у нас была жизнь с избытком. Иоанна, глава 10, стих 10. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком». Вор приходит, чтобы украсть, убить и погибнуть. Как он это делает? Один из способов, вызывая в нас тревогу и стресс. Я помню моего друга по колледжу. Он здесь на служении. Чад Кинг. Чад, помаши, пожалуйста, чтобы тебя увидели. И это подтверждение тому, что я буду говорить правду. Здесь сидят Чад и Стэйси. Чад учился со мной в университете Орала Робертса. Я помню, после игры в баскетбол Чад поделился со мной своими переживаниями. Это был выпускной год. Он говорил, «Пол, рынок недвижимости рухнул. Я не уверен, что смогу найти работу. Как мне быть дальше?» Он получил диплом, но работы так и не нашел. Он сказал, «Я не знаю, что мне делать. Я переехал сюда, из Орегона. Я надеялся здесь найти жену, но так ничего не сработало за четыре года учебы. Отношения не вышло. Возвращаться домой я не хочу, хотя, наверное, придется. У меня долгов, 90 тысяч долларов». Я правильно говорю? Какой у тебя был долг? Сколько? Что? 105 тысяч долларов? Он сказал, «Я всю жизнь буду выплачивать суду за учебу». Я помню этот эмоциональный разговор. Я сказал, «Чад, давай молиться». Он начал служить в церкви. Он служил в группе «Порядка», приветствовал людей. Он приносил десятины в Дом Божий и из того мало что имел. Я помню, ко мне подошел человек и сказал, «Я хочу нанять студентов». Ты знаешь кого-то, кому нужна работа? Знаю. Начальная зарплата невелика, но если будет справляться, его ждет повышение. Я рассказал об этом Чаду и посоветовал соглашаться на эту работу. Чад согласился. И его карьера в этой компании начала расти. Его поставили руководителем отдела. Ему повысили зарплату. Он служил в церкви, и Бог познакомил его с девушкой, с Вахи. Пол и Эшли Доггерти свели его со Стейси. Я шучу, это сделал Бог. Любовь пришла с небес. Стейси переехала из Мэрилэнда. Она работала в офисе приемной комиссии в университете. Она тоже верила, что Бог поможет ей встретить мужчину, что Бог даст ей работу. Они служили Богу. Они посвятили себя Богу. Послушайте, они изменили свое посвящение. Они не искали просто отношений. Они искали Царство Божьего. Бог был в центре их посвящения. Они не тревожились о работе. И пришло устройство от Бога. Они поженились. У них родился ребенок. И пару недель назад они выплатили свои студенческие суды. Тебе 31? Он думал, что и 80 лет еще платить будет за суду. Вот они, без долгов. Слава Иисусу! Есть ли что невозможное для Бога? Разве есть что-то трудное для Него? Скажите, Бог ли не позаботится обо мне? Может, у вас долг? Вам нужно выплатить суду, ипотеку, кредит. Вам нужно вмешательство Бога в вашу ситуацию, Его милость в судебной тяжбе. Сегодня ваш день свергнуть с престола вашего сердца всякую тревогу и вернуть туда веру в Бога. Скажите, Бог, ты на моей стороне, ты за меня, а не против. Я посвящаю себя тебе. Руководи моими эмоциями, Господь. Я буду доверять тебе всем своим сердцем и не полагаться на свой разум. Я надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило вам, что Бог за вас и с вами. Он любит вас. Он знает, сколько волос на вашей голове. Не нужно тревожиться. Не нужно бояться. Бог присматривает за вами и печется о вас больше, чем вы о себе сами. Я хочу вам сказать, что то, что вы услышали в проповеди, правда, всякий раз, когда я беспокоился и был в тревоге и стрессе, это не просто не добавило мне часов к жизни и не добавило роста, но беспокойство украло мою радость в жизни, в доверии к Богу, имея уверенность в том, что Бог обо всем позаботится, что мое будущее в Божьих руках и что Бог печется обо мне. И я приглашаю вас начать жить без тревоги и беспокойства. Вам не обязательно постоянно жить в стрессе. Повторите эту молитву со мной, Иисус. Я весь твой. Бог, я отдаю тебе все свои тревоги и беспокойства. Делай, что ты хочешь в моей жизни и помоги мне не тревожиться. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что после того, как вы услышали эту проповедь и помолились этой молитвой, Бог поможет вам жить без тревоги и стресса и каждый день выбирать и доверять Его плану и Его силе. Как церковь мы хотели бы послужить вам. В Церкви Победы мы верим, что мы не просто толпа, мы семья. Мы поддерживаем друг друга. Если вы будете в Талсе, приезжайте к нам. Мы сделаем все, чтобы вы почувствовали себя как дома. Также на сайте вы можете посмотреть онлайн-трансляции или найти на нашем сайте архивные проповеди, а также все ресурсы, необходимые для возрастания, вхождения с Богом. Отличного вам дня и Божьих благословений. Помните, ваши лучшие дни прямо перед вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова